Привет всем! В этом ролике мы с вами посмотрим, как создать Adobe ID для обучения продуктам Adobe. Меня зовут Павлов Юрий, я сертифицированный инструктор по продуктам Adobe. Я работаю много лет в ЦКО-специалист при МГТУ имени Баумана и являюсь пользователем продуктов Adobe уже не один десяток лет. Наш центр стремится поддерживать самые свежие версии программного распечения. И чтобы у вас не возникало никаких проблем при обучении, сейчас я расскажу, как это просто создать свою учетную запись Adobe ID и почему это так нужно для вас. И мы с вами также посмотрим, как можно сэкономить на планах подписки. Первое, что вам нужно. Вам нужно создать свою учетную запись Adobe ID. Вы видите адрес. Это абсолютно бесплатно. Требует от вас минимум действий. Нужна только ваша электронная почта. Это учетная запись, которую вы создадите. Затем вам понадобится для входа в приложение Adobe во время занятий. Вы сможете дома использовать, на работе, вот эту Adobe ID. Где угодно, на любом компьютере. Итак, перейдем по этой ссылке. С правой стороны вы видите кнопочку «Войти». Мы ее используем. И теперь у нас запрашивают наши данные Adobe ID, которых у нас пока нет. Мы нажимаем «Получить Adobe ID». И вводим свои данные. Адрес электронной почты. Пароль. Вы видите, какие требования к паролю. Заглавные буквы. Маленькие буквы. При этом совершенно не запрашивается подтверждение пароля. Будьте осторожны в этот момент. Дата рождения. Допустим, так. Получать новости. Допустим, получать. И ознакомился. Конечно, ознакомился. Мы согласны. Хотя, почитать, наверное, стоит. Итак, зарегистрироваться. Выполняется регистрация. Регистрация. И мы готовы работать дальше. Но что значит выполнять с регистрацией? Нам на почту должна прийти информация. Подтверждение. Пока она еще не пришла. Но. Зайти-то я уже могу. И теперь мы готовы ко второму шагу из трех. Теперь нам нужно загрузить панель управления продуктами Adobe. Эта панель управления позволит нам устанавливать любые другие программы. Так, перехожу по ссылке. Обратите внимание на то, что вот она сама панель управления. Она называется Creative Cloud. Вместе с тем, вы видите здесь еще большое количество других приложений. Они все будут установлены только после установки панели Creative Cloud. Поэтому я нажимаю загрузить. И теперь я должен указать какую-то информацию для Adobe, чтобы они поняли, как со мной лучше общаться. Итак, навыки. Допустим, уровень начинающего. Допустим, учащийся. Кто будет использовать Adobe? Допустим, только я. Продолжить. Итак, панелька загрузилась. Она на самом деле очень небольшая. И я теперь готов к тому, чтобы ее установить. Я нажимаю. Соглашаюсь. И начинаю с загрузки панели. Когда панель будет загружена, кстати говоря, появилось наконец-то сообщение от Adobe, подтвердите адрес своей электронной почты. Подтверждаю адрес своей электронной почты. Все. Мой адрес электронной почты подтвержден. Вот. И панелька моя уже загрузилась. И она выглядит пока следующим образом. От меня ожидается ввод моей электронной почты и пароль, который я указал при регистрации Adobe ID. Ввожу свою электронную почту. Ввожу свой пароль. И нажимаю «Вход». Выполняется вход в систему. Пока выполняется вход в систему, давайте посмотрим, что еще здесь нам предстоит. Вот сейчас мы с вами находимся на третьем шаге. Мы ждем, пока система нас опознает. И тогда я смогу с помощью вот этой панели открывать, настраивать, удалять любые приложения. Когда мы с вами захотим установить какое-то приложение, важно будет еще задать язык, приложение, которое вы хотите. Если вы ничего не зададите, по умолчанию устанавливайте на русском языке. Потому что у вас, как видите, русскоязычный вариант Adobe. Не все приложения есть на русском языке, но если есть на русском языке, установлен будет именно он. Вы можете в любой момент переустановить. Итак, вот я сейчас здесь нахожусь. И вот Apps. Перехожу по ссылке Apps наверху. Он мне загружает приложение. И, как видите, вот они все идут в демо-режиме. Потому что у меня trial-вариант. А trial-вариант продолжается 7 дней. Учите всего лишь 7 дней. То есть через 7 дней вы уже не сможете запускать эти приложения. Более того, если вы даже на своем компьютере попробуете заходить по другим Adobe ID, если он тоже пробный, то вы тоже не сможете запускать. Вам придется, если что, переустанавливать весь компьютер, чтобы сбросить эти привязки. Либо покупать эти приложения. Давайте посмотрим, где настраивается язык. Это менюшка справа. Установки. Итак, нас интересует настройка Creative Cloud. Вот это вот. И вот, как видите, язык приложения русский. По умолчанию выбран русский. Я могу задать английский. Также могу задать путь установки. Возможно, вам не хотелось, чтобы система устанавливалась на текущий диск. Возможно, вам актуален какой-то другой диск. Тогда вы здесь его как раз можете задать. Возвращаемся обратно. Итак, мы готовы к тому, чтобы устанавливать и использовать эти приложения. Но напомню по поводу 7 дней. Это срок, который вы сможете использовать эти приложения. Теперь, если вы хотите использовать приложение больше, чем 7 дней, тогда давайте-ка перейдем на планы подписки. Речь идет тогда о подписке. И у Adobe для вас есть интересные планы. А у нас для вас есть планы еще интереснее. Итак, вот перед вами вариант подписки. Для фотографий, то есть, если вы хотите в Photoshop, Lightroom и прочее, пожалуйста, 650 рублей в месяц. Плюс NDS. Это там плюс 20% получается где-то. Если вы одно приложение устанавливаете, тогда получается где-то 1500 рублей в месяц, вместе с NDS. Вы можете установить любое одно приложение. Оно будет стоить вот столько. Теперь, если вы хотите все приложения поставить, вот такая сумма перед вами. Было 3200, сейчас 2500, ну, в общем, так сказать, в месяц. А теперь перейдем по ссылке учащихся и преподавателя. Дело в том, что если вы учитесь в нашем центре, вам доступен такой вариант подписки. Но для этого надо учиться в нашем центре. И теперь давайте посмотрим. Вы только что видели вот эту сумму, 1500 рублей в месяц, в месяц NDS. Но теперь вам доступны все программы, входящие в этот самый Adobe. Вы устанавливаете это приложение и за 1500 рублей в месяц будете использовать все последние версии всех программ Adobe, которые входят в состав Creative Cloud. Для этого вы должны быть учащимся нашего центра. А вот как конкретно это сделать, вы узнаете непосредственно на занятии уже. Ну и спасибо всем за внимание. Напомню, что это у нас был ролик, посвященный созданию Adobe ID. Этот Adobe ID вам нужен будет на занятии, чтобы вы могли спокойно работать. И чтобы вы не вызывали задержку других. И для вас не приходилось принимать какие-то экстренные меры, чтобы вы могли наконец-то запустить этот самый любимый Photoshop. Вот, если у вас есть Adobe ID, проблем у вас никогда не будет. Ну, а я завершаю этот ролик. Данные инструкции находятся по указанному адресу. Меня зовут Павлов Юрий, вот мои данные. Я представляю Центр компьютерного обучения специалист при обгодовении Бабана. Но, Госпож, вам пожелаю всего самого-самого хорошего. Добро пожаловать в наш Центр. Спасибо за внимание.